Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Вчера в делах вязальных я сказала, что закончила палантин. Мне осталось его постирать, высушить и показать во всей красе. Конечно, он мелькал ни в одном ролике, и ни в двух, и ни в трех. Но для удобства, для тех, кто вяжет палантин, все-таки, наверное, на мой взгляд, лучше вести в поиски и напасть на конкретный ролик, где говорится только о палантине. Во всяком случае, мне так удобно. И как-то у меня уже заведено. Очень часто я показываю одно видео о начале процесса, и второе видео о его завершении. Обязательно оставлю ссылку на видео, где говорю о начале процесса. Сегодня повторюсь только в пряже в количестве петель. Палантин связан из пряжи брашет альпака силк. Изумительного цвета, сиреневого, какого-то космического, как пишут девочки, номер 17. Размер палантина. Ширина 88 см. Длина примерно 1,80 м. Конечно, цифры варьируются. Мы можем потянуть в одну сторону, мы можем потянуть в другую сторону. Поэтому моя ширина 88 см, иногда может быть 85 см. Пока влажное было полотно после стирки, это могла растянуть я и до 90 см. А 1,80 м тоже мог и 1,82 см быть. И если я потяну в ширину, может быть 1,78 м. Давайте так, от среднего 88 на 180 см. При моей плотности вязания спицами номер 5 на эти размеры ушло у меня 6 целых и совсем немножко от седьмого мотка. Пряжа не из дешевых, несмотря на то, что сейчас говорят у дропса сезонные скидки на альпаку. Значит, я думала, говорит ли об этом в седьмом мотке. Дело в том, что седьмой моточек мне понадобился только, чтобы связать от последнего перевития вот эти 6 рядов. Да, перевития, правильно я называю. То есть, если в лицевой глади... А сейчас скажу, что крылья у палантина жгутами, потом основная часть лицевой глади и опять на жгутики. Если заморочиться, посчитать, люди как-то в граммах вымеряют, еще в чем-то в метрах, то, конечно же, можно было без этих вот трех сантиметров обойтись и уложиться в 6 моточков. Но я, как есть, так и говорю, совсем немножко ушло у меня от седьмого мотка. На 6 мотков ориентироваться можно спокойно. И это я говорю для всех, кто спрашивал Таня, сколько пряжи уйдет. Я знала, что, скорее всего, перейду порог 6 моточков. Почему? Потому что... Тоже из брашит Альпака Силк, которому уже несколько лет связан у меня. Чуть на меньшее количество петель я сегодня не буду о нем рассказывать. В первой части, где я говорила о начале процесса, я показывала его, когда мы говорили о пряже, что у нее якобы такой заношенный вид, подвяленный, подваленный, подвяленный. Сейчас наговорю. Вот, вы знаете, на любителя. Смотрите, вот в шапочке мне не пошло. Я приносила шапочку одну зиму. Обычные шапки ношу много. Когда я связала этот палантин, у меня еще осталось пряжица. Я связала шапочку несколько ниточек. Она теплая, шикарная, прекрасный. Но вид действительно был подваленный. И эта шапочка ушла теперь внутренней шапкой. У одной женщины служат. Это прелесть. Это прелесть. У палантинов я такого эффекта, даже если вижу, замечаю, то мне это очень даже нравится. Люблю-люблю. Так вот, здесь ушло ровно шесть моточков. И так как я на несколько петель побольше здесь набрала, он пошире, да плюс еще жгутики. Я так и думала, что половина седьмого мотка у меня уйдет. Ну, вы знаете, можно без седьмого обойтись. Шесть уложиться можно. Просто я женщина крупная. Мне нужно или уж хороший палантин, или, ну, как бы сказать, шарфик. Экономить на длине, на ширине изделия, это делать его при моей фигуре куцем. А я этого не хочу. Поэтому вот на седьмой я рассчитывала, но без него, еще раз говорю, уже на третьей обойтись можно. Девочки, и вдруг для новеньких, кто не знает, это 25-граммовые моточки. Нежные, приятные. Ну, я не знаю, как еще сказать. Альпака на шелке. 140 метров в каждом моточке. 77% альпака, 23% шелк. Из-за этого полотно. Так, телефон, работаем, не отвлекаемся. Полотно тончайшее. Спицы номер пять подходят мне по плотности. Я вот вам сейчас изнаночку показываю. Лицо, изнаночку, дырявенькое такое. Со временем я не скажу, что здесь как-то все вот так эти воздушные петли и остаются. Но, во всяком случае, у меня. И при всей вот этой вот, ну, я не знаю, невесомости, облачности, это так тепло. Это, даже вязать сейчас в жару, да, я как-то старалась, чтобы не на ноги полотно падало, а как-то оно, я его в бок уводила, потому что жарко, очень жарко. Сейчас летом довязать хотелось. Люблю я, люблю из этой пряжи связать. Довязать очень хотелось, но было реально жарко. Тепленькое, тепленькое, невесомое. Поближе покажу. Как только я впервые получила эту ниточку от Ирочки Брандт, скорее его отзывы полезла. Вот эту вот пряжу я впервые вообще трогаю в руках. Ира говорит, на джемпер хватит тебе и так далее. Джемпер я вязать не рискнула. Только потому, что особенности фигуры будут такое нежное полотно, да, где-то оно как-то задрапируется. Драпировка я, кстати, обожаю. Вот потом будут фотографии. Я обязательно сейчас сяду, накину, накидаю на себя и фотографии покажу, сделаю. А в некоторых местах, ну, есть у меня такие места фигур, мы все все про себя знаем, это будет натягиваться и терять картину, вот ту шикарную картину, для которой создана эта пряжа. Поэтому я не стала вязать джемпер, я связала палантин, не жалею ни разу. Обожаю я все. Ну, знаете, про палантин у меня есть статья на Яндекс Дзен. Можно там, откуда это вообще любовь, так сказать, идет, почитать. Итак, конкретно про этот. Кромочная. Самая обычная кромочная. Первую снимаю, последнюю провязываю изнаночной. Мне не нужен суперкрай, который кричит там, что это просто вот, ну, то ли на машинке, то ли руками. Это обычная ручная работа. Меня не смущает, когда работа кричит и, вернее, не скрывает о том, что это работа ручная. Я вяжу на грани своей аккуратности. Я не делаю специально чего-то неаккуратного, но так, чтобы заморачиваться чем-то, как-то, набором, краем. Не было такого и нет. Значит, без всякой резиночки, без всякого вступления я начала этот палантин, потому что он точно не будет заворачиваться. И у меня пошло кромочное, пять платочки. Дальше пошло 11 вот таких жгутов. Жгутик шириной 8 лицевых петель. Соответственно, перевите 4 и 4. Перевивать в эту сторону или в эту сторону мы решаем сами. Ну и заканчивается пять платочки кромочные. Получается, если я вот в схемах, в рапортах мало что понимаю, рапорт в 10 петель. Изнаночная, 8 лицевых, изнаночная. Изнаночная, 8 лицевых, изнаночная. Вот таким образом показываю я вам и с изнанки, и с лица, чтобы можно было все это увидеть и понять. Перевитие я делала в шахматном порядке. То есть, нет перевития, есть перевитие, нет перевития, есть перевитие. Через 8 рядов. Там, где было, не будет. Там, где не было, будет. 8 рядов я имею в виду. Ряд перевития тоже считаю. То есть, просто вот как это сказать. Я ведь ни маркеров, ничего не ставлю. Вот у меня перевитие. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пошло перевитие в шахматном порядке. Можно почаще, можно пореже. Но тут вот кто как хочет, абсолютно. Мне хотелось, чтобы крылышки немножко были такими вот рельефными. Потом мои крылышки переходят в лицевую гладь. И лицевая гладь большую часть палантина занимает. Кто, девочки, спрашивал, не смущает ли вас, что крылышки будут поуже? Вы знаете, ну понятно, что косы, они такой эффект резиночки. Да, тем не менее, тем не менее, после стирки они расправились и практически нет этой разницы. Хотя она меня не смущала. Мне нравилось, когда крылышки поуже, а потом идет лицевая гладь, она пошире. На каком-то этапе, на каком-то этапе, значит, лицевая гладь переходит вновь в жгуты, если я их назову косами, пардоньте. Вот, и заканчивается. Таким образом, крылышки у палантина имеют косы. Основное полотно кос жгутов не имеет. Просто так, потому что у меня такого палантина еще не было. Хочется только и всего. Чем проще палантин, тем он для меня лучше. Полностью ажуром не хочу, не буду. Этот палантин, кстати, тоже не полностью ажуром. Исключительно на крылышках. Здесь у меня лицевая гладь. Ну, кто бы сомневался. Стирала изделие вот этим средством. Скажу вам честно, это средство я получила из магазина про клубочки. И, увидев, очень обрадовалась, потому что... Что же зацвечивать-то как-то? Закрыла окно. Очень много слышала о потрясающих свойствах вот именно этого средства. Нужно мало, клопачок. Это действительно так, оно у меня уже давно. Но вы знаете, до вот этой пряжи, перед поездкой в Москву, я постирала вот этот свой палантинчик. В Москве я его трепала тоже очень много. И я изумилась тому, как раскрылась именно альпака на шелке. Это пряжа. До этого, вот видите, у меня там осталось практически пустой пузырёчек. Там, может быть, ещё на несколько. Ну, стирала средство как средство. И только на кашемире. Я просто не знаю, как кашемир в других, так сказать, средствах раскрывается. Мне понравилось такое колоние. Но какая мягкость. Какая вот потрясающая... Ну, я даже не знаю, как это сказать, ну, как это писать. Ну, нежность, нежность. Какая мягкость и нежность. Какая метаморфозина происходит именно без того мягкой пряжи, с изделием из этой шикарной пряжи. Я не могу описать. И в голубом пряжи, когда я об этом говорила, да, в прошлый раз, это не было случайно. О, как цвет меняется. Посмотрите. Как меняется цвет. Вот это чуть-чуть насыщеннее, чем на самом деле. Я сейчас про сиреневую говорю. Вот это чуть бледнее, чем на самом деле. Что-то нечто среднее. Вот так вот. И вот сейчас подтвердилось. Для этой пряжи вот это средство. Хотя свой палантин, которому уже около пяти, наверное, лет. Первый, да? Я стирала в каких-то средствах. Не стирала, но шампунчики я стираю. Освежила. Освежила чистенько и чистенько. Но вот я не могу даже описать, что происходит. С изделием. Оно становится еще шелковистее, еще нежнее, еще мягче. Хотя, казалось бы, куда? Вроде бы все рассказала. Количество рядов я не считаю. Ой, ну какая же это нежность. Ну какая же это красота. Так, пошла фотографироваться. Сейчас вам покажу фотографии. Про средство Калана всегда молчала. Потому что средство, как средство, мне казалось. На других пряжах не проявляла она себя так. Думаю, и шампуньком можно постирать. И что? А здесь специально сказала, потому что, повторяться не хочется, но впечатлила меня именно стирочка этой пряжи в Эколане. Впечатлила. За пять лет, стирая в других средствах, я могу об этом четко сказать. Места занимает очень мало в сумочке. И вот летними вечерами, когда на работу идешь еще прохладно, да, а с работой, может быть, в обед уж точно жарит им может не быть, а вечер может понадобиться, может не понадобиться, по-всякому. Я палантина вот еще и за это люблю. Места очень мало занимает, а всегда палочка-выручалочка. Всегда, к примеру, вот просто к примеру, да, или случайно, или целенаправленно мы, например, собрались в театр. Ну, целенаправленно там мы причепуримся еще что-то заранее. А вот если приглашают неожиданно, да, а ваш дружочек в сумочке, все, дайте мне минуточку, подчебрикую губешки чуть поярче, да, и, так сказать, накину палантин. Все, в театр так в театр. Может, как-то неожиданно оказались в кафе, например, там на веранде, или кондиционеры дуют. Иногда можно пересесть спокойно, легко. Но есть такие времена, да, время суток, когда, ну, все столики заняты, пересесть некуда. И вот, чтобы не испытывать дискомфорта, не переживать, что там продует или еще что-то, накину палантин, и ты царевишна. Царевишна, пусть дует этот кондиционер, сколько ему надо, и комфортно, и не жарко, и приятно, и вообще жизнь прекрасна. Возможно, как-то проездом неожиданно, может, целенаправленно, еще раз говорю, как получится. Ну, например, оказываемся мы в храме. Да, там дают, так сказать, головные уборы. И если в брючках женщина дадут юбочку, но тем оно свое. Просто взять, накинуть на головушку, и ни о чем не думай. Прекрасная, просто вот головной убор, может быть. Зимой. Как-то резко похолодало, пошел вроде на работу еще без шапочки, да, а потом вот выпал снег или еще что-то. Вот эта осень, глубокая осень, она коварная. В окно смотришь, вот снег пошел. Ой-ой-ой, я без перчаток, без шапочек. Не переживаем. Не переживаем. Намотали по-своему там, да, палантинчик, и шею спасем, и голову спасем, и все, что надо, все спасем. Конечно, можно долго, и не то, что можно, я могу долго петь дифирамбы. Когда-то я много путешествовал, летал в самолетах, там тоже вот в самолетах, да, пледы просят раздать. Когда-то всем хватает, иногда не всем хватает. Никогда ничего не прошу. У меня свое. У меня свой. Только мой дружочек. Поэтому размеры такие большие. Укрылся, накрылся там, я не знаю, себя. И спи, и сиди в самолетике. И аромат-то духов твой. И ты знаешь, что ни до тебя, ни после тебя никто к нему не прикасался. Это очень удобно. Это очень удобно. Поэтому, ну, мне осталось только показать фотографии. Надеюсь, что я сделала в процессе своей этой вот пламенной финальной речи. Во всяком случае, так у меня запланировано. И поблагодарить всех за внимание. Пожелать приятных минут за вязанием. Что бы вы ни вязали. Шапочки, носочки, джемпера, кардиганы. Что бы вы ни вязали. Всем приятного, приятного времяпровождения. Я продолжаю работать с этой пряжей. Только уже она у меня будет не солировать. Она у меня будет в дуэте. Я вновь возвращаюсь к этому же цвету. С которым у меня связан первый палантинчик. Только вязать я уже буду кардиган. Леночка Орлова. Так, телефон чумеет. Так уж нельзя, мой милый. Давай закончим ролик достойно. Вот такой вот выбеленный голубой цвет. Номер. Это точь-точь. Так, 14. Как у меня палантин связан. Только в этот раз я буду соединять с шикарнейшим, просто великолепным кашемиром. Мне написали, что это преступление. И у меня даже есть ролик. Иду на преступление. Чем больше любуюсь на образец, тем больше понимаю, что мое-мое. Ну, вы знаете, это будет совсем другая история. Которую я вам обязательно расскажу. До новых встреч, мой добрый зритель. А они... Ой, тавтологи, ну-ка, дышать не деться. Обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok